Семья Парсонс В округе Техас, штат Миссури и была очень популярна в обществе. Отец семейства Карни Парсонс был издольщиком, то есть он не владел землей, а арендовал ее, выплачивая арендную плату в виде урожая, который он собирал. Карни был крепкий мужчина 35 лет. У него была жена по имени Минни и трое маленьких сыновей – Эдвард, Джесси и Фрэнки. Семья была дружна со всеми соседями. Они прожили в Техасе всего два или три года, когда Карни Парсонс нанял 20-летнего Джозефа Гамильтона помощником на ферме. Они довольно хорошо ладили. Джозеф Гамильтон, которого все звали Джоди, был религиозным, трудолюбивым молодым человеком и очень любил детей. Он играл с сыновьями семьи Парсонс, угощал соседских детей конфетами и жевательной резинкой и катал их верхом. У него была девушка по имени Мэй Томпсон, с которой они были помолвлены. Деньги, которые молодой человек заработал, работая на Парсонса, должны были пойти на ферму, где они с Мэй могли бы осесть и завести семью. Все шло своим чередом, и ничто не предвещало беды. До пятницы, 12 октября 1906 года, когда в Джоди проснулось чистое зло. Карни Парсонс ранее работал производителем железнодорожных шпал в округе Миллер. Он купил там небольшой участок земли и планировал перевезти туда свою семью. Его жена ждала четвертого ребенка и хотела вернуться в родные края. Карни Парсонс продал свою долю урожая кукурузы Джоди Гамильтону и начал собирать вещи вместе со своей семьей, чтобы переехать. Перед отъездом в пятницу, 12 октября, Карни Парсонс спросил Джоди, не обменяет ли он седло на одноствольный дробовик Карни и 25 долларов. Джоди отказался от сделки. Карни оказал давление на молодого человека, заявив, что он очень хорошо знал, что седло было украдено, и шерифу Вуди не понравилось бы, если бы он узнал, кто его украл. Тогда Джоди предложил седло в обмен на дробовик и 35 долларов, но Карни уговорил его принять первоначальное предложение. Это не было похоже на ссору или выяснение отношений между мужчинами. Молодой человек в конце концов сдался и согласился на обмен. Седло, дробовик и деньги перешли из рук в руки. Карни Парсонс посадил свою семью в повозку и уехал около 11.30 утра, не попрощавшись с Джоди. Джоди Гамильтон смотрел, как они уезжают. Думая об обмене, он все больше злился, полагая, что его обманули. Эта мысль сводила его с ума. Джоди знал, куда направляется повозка семьи Парсонс. Он взял дробовик и отправился пешком, выбрав кратчайший путь по суше. Около полудня он догнал семейную повозку. Мужчины спорили и противостояли друг другу. После небольшого спора, Карни и его семья продолжили свой путь. Однако молодой человек продолжал преследовать их. Когда Джоди встретился с семьей во второй раз, его гнев был неконтролируемым. Двое мужчин сильно поссорились, напугав Минни и трех маленьких мальчиков. Когда Карни Парсонс увидел, что Джоди выходит из себя, он вытащил нож из кармана. Джоди поднял дробовик и выстрелил в Карни, попав ему в правую ногу чуть выше колена. Дробовик разлетелся на три части от выстрела. Прежде чем Карни Парсонс смог прийти в себя, Джоди смертельно ударил его стволом по голове. Минни попыталась вырвать пистолет у Джоди, тогда он ударил и ее тоже. Она была тяжело ранена, но не умерла. Дети плакали в замешательстве и страхе. Кровь стучала в висках Джоди Гамильтона, поэтому он не мог понять, что делает. Но он знал, что должен заставить детей замолчать. Сначала он ударил пятилетнего Джесси, а затем трехлетнего Фрэнки стволом по голове. Затем он перерезал им горло ножом их отца. Минни лежала на земле у ног Гамильтона, всыпившись в его ногу. Он набросил ей на голову старое одеяло из повозки и забил ее до смерти обоюдоострым топором. Годовалый Эдвард лежал в повозке и плакал. Джоди на мгновение заколебался, прежде чем снова поднять ствол и лишить ребенка жизни. Убив всех членов семьи, Джоди обыскал карманы мертвого Карни Парсонса, забрав бритву, очки, 25 долларов и золотые часы. Затем он погрузил тела в повозку. Он отогнал повозку в уединенное место на обочине дороги, распряг упряжку и оседлал одного из мулов седлом, которым накануне обменялся с Карни Парсонсом. И поехал в ближайший город, чтобы одолжить лошадь. Было уже около половины второго ночи, когда он запряг в повозку лошадь и мула. Джоди спешил и суетился. Он застрял и не мог заставить лошадь тянуть. Незадолго до рассвета он позаимствовал еще одного мула. Привязав двух мулов к повозке, Джоди Гамильтон прибыл на восточный берег реки Биг Пайни почти на рассвете. Он вытащил тела из повозки и одно за другим столкнул их с илестого берега в воду. Затем он загнал повозку в ближайший овраг и оставил ее там. После этого он вернул одолженного мула, вернулся к повозке, снова оседлал мула, принадлежащего семье Парсонс, и вернул одолженную лошадь. В ту же ночь, с пятницы на субботу, трое мужчин разбили лагерь на западном берегу реки Биг Пайни, чтобы порыбачить. Ранним субботним утром один из них ловил рыбу, когда что-то привлекло его внимание на плоском камне посреди реки. Сначала он подумал, что это тряпичная кукла с распущенными светлыми кудрями, но при ближайшем рассмотрении оказалось иначе. Тела двух маленьких мальчиков, пятилетнего Джесси и годовалого Эдварда, были вытащены на берег рыбаками. В тот же день Джуди Гамильтон отправился на встречу со своей девушкой Мэй Томпсон, которая ждала его со своей семьей. Когда Джуди вошел в дом, мистер Томпсон спросил его, слышал ли он о телах двух детей, найденных в Биг Пайни. Джуди ответил нет. После убийства пяти человек он был дружелюбен и общителен с семьей Мэй, и никто ничего не заподозрил в его поведении. В тот же день он даже пошел в церковь с Мэй и ее глухонемым братом. Два дня спустя Джуди Гамильтон был арестован при попытке к бегству. Он признался и рассказал обо всем преступлении. Джуди Гамильтон был младшим из четырех детей. Семья жила в маленьком городке Плейнс, штат Канзас. Его мать умерла, когда ему было пять лет. Его отец Джеймс Бьюкеннин Гамильтон был очень религиозным христианским проповедником, который всегда носил с собой Библию. Он был строг и жесток со своими детьми. У него был скверный характер. Когда он был в плохом настроении, он мог вымещать зло на животных. Люди, которым он не нравился, утверждали, что он мучил скот ради забавы и из подлости. Маленький Джуди всегда аккуратно одевался и, как остальные его братья и сестры, очень боялся своего отца и уважал Бога, которого проповедовал его отец. Когда Джуди было семь лет, мул ударил его ногой по голове, в результате чего у него остался постоянный шрам над левым глазом. Несколько лет спустя, ухаживая за мулами, один из них пнул Джуди в грудь, отчего тот потерял сознание. Когда ему было 12 лет, на него упало дерево и чуть не сломало шею. Все, кто знал Джуди, говорили, что он был обычным парнем, простым фермерским мальчишкой, который мог управляться с лошадью и упряжкой. Все были хорошего мнения о Джуди, несмотря на его случайные вспышки гнева. Однажды он так сильно избил человека в драке, что провел три дня, приходя в себя в постели. Были подозрения, что у Джуди, вероятно, из-за тех детских травм головы случались приступы неконтролируемого насилия, когда он не понимал, что делает, и в эти моменты его гнев не знал границ. Когда Джуди было 17 лет, его отец снова женился, и в 1902 году семья переехала, забрав с собой всех детей. Через два года Джуди знакомится с 16-летней Мэй Томпсон. Джуди работал со своим отцом, но всегда хотел вернуться. Год спустя он уехал в округ Техас, штат Миссури, и в августе 1906 года устроился помощником на ферму Карни Парсонсу. Деньги, которые Джуди заработал, работая на Парсонса, должны были пойти на ферму, где он и Мэри Томпсон, его будущая жена, могли бы осесть и завести семью. Но этого не произошло, потому что Джуди убил всю семью Парсонс. Он был арестован в течение 36 часов после совершения убийства. Когда в городе стало известно, что рыбаки нашли детей в реке, Джуди Гамильтон поспешно решает отправиться в сторону Ликинга, затем в Хьюстон. Он оставляет своего мула в конюшне примерно в половине восьмого вечера и, взяв лошадь, направляется в маленький городок под названием Кабул. Идея Джуди состояла в том, чтобы сесть на поезд из Кабула и отправиться в Канзас, чтобы убить своего отца. Бывший шериф Джеймс Контрелл и заместитель шерифа пришли в конюшню, где, как они слышали, видели Джуди Гамильтона. Джеймс Контрелл попросил показать мула, оставленного Джуди, и опознал его, как принадлежащего Карни Парсонсу. Контрелл заранее позвонил в универмаг по дороге в Кабул и попросил задержать Гамильтона до его прибытия. Когда Джуди добрался до универмага, владелец пригласил его зайти на чашечку кофе. Джуди отказался, сказав, что спешит, но в конце концов его убедили зайти внутрь всего на минутку. Контрелл и заместитель шерифа подъехали вскоре после этого и ворвались в универмаг, направив оружие на молодого человека. Контрелл сказал, Джуди, не двигайся, все кончено. Было 10 часов вечера. Джуди Гамильтон немедленно признался в своем преступлении. Они обыскали его карманы и нашли очки Парсонса, бритву и 22 доллара. Контрелл надежно заковал Гамильтона в наручники, а затем привез его обратно в Хьюстон и посадил в тюрьму. Джуди сообщил властям о месте, где он сбросил тела своих жертв в реку. И в воскресенье, сразу после обеда, поисковики обнаружили остальные три тела – Карни Парсонса, его жены Минни и трехлетнего Френки. В воскресенье утром после ареста Гамильтона перед хьюстонской тюрьмой собралась разъяренная толпа. Мужчины держали свое оружие на виду, и напряжение было высоким. Шериф Вуд назначил 20 специальных помощников шерифа, вооруженных винтовками Винчестер, и расставил их вокруг тюрьмы, чтобы защитить жизнь заключенного. Шерифу было ясно, что Гамильтона ради его собственной безопасности необходимо как можно скорее увезти из Хьюстона. Напуганный насилием толпы, Джуди Гамильтон бредил в своей камере как сумасшедший. Сначала он попытался покончить с собой вязальной спицей, вонзив ее один раз в шею и один раз в грудь над сердцем. Спицу у него вовремя отобрали, и никто не знал, откуда она взялась. Затем он спросил заместителя шерифа, может ли человек покончить с собой, вышибив себе мозги, и начал биться головой о стену камеры. Гамильтон был пойман и связан, не получив ничего, кроме незначительных ссадин на голове. Он был напуган и охвачен паникой, но без единого слова сожаления. В шесть часов вечера в воскресенье, сразу после наступления темноты, шериф Вуди и его помощники отвезли Гамильтона в экипажи в Кабул, где они сели на поезд до Спрингфилда. Гамильтон всю дорогу был в бреду. В Спрингфилде его сняли с железнодорожного вагона подальше от платформы, чтобы его не было видно. У задней части железнодорожного вокзала Гамильтона ждал экипаж с занавесками, и его окольным путем доставили в Спрингфилдскую тюрьму. Но начальник депо и машинист поезда видели, как заключенный и шериф Вуди выходили из поезда, и новость о присутствии Гамильтона быстро распространилась. В понедельник утром закрытый фургон с охраной подъехал к железнодорожному депо в 20 минут второго пополудни. Это была уловка шерифа, чтобы убедить людей, что Гамильтон был доставлен в Гринфилд в округе Дейт. Гамильтона не было ни в вагоне, ни в поезде. Он все еще находился в тюрьме. К шести часам шериф Вуд был на вокзале Спрингфилда и сказал, что возвращается в Хьюстон через Кабул поездом в 6.50. Он начал свободно разговаривать со случайными прохожими, чтобы привлечь к себе внимание. Тем временем другой офицер отвез Гамильтона, закованного в наручники, в закрытом экипаже на склад, прибыв на 5 минут позже шерифа Вуди. Гамильтона тихо посадили на дневной автобус до Карфагена в округе Джаспер, штат Миссури. Трюк сработал идеально и как раз вовремя. Около 9 часов вечера 50 вооруженных людей прибыли в Спрингфилд из Хьюстона в поисках заключенного. Никто не сомневался в том, что они сделали бы, если бы нашли Гамильтона. Трое вооруженных мужчин отправились проверять Спрингфилдскую тюрьму. Подтвердив отсутствие Гамильтона, они вернулись в Хьюстон. Карфаген находится примерно в четырех часах езды на поезде от Спрингфилда. Гамильтон, который был до смерти напуган толпой в Спрингфилде, успокоился во время поездки. Он рассказал, как его собственная мать умерла, когда он был еще мальчиком, и сказал, что разногласия с мачехой вынудили его покинуть Канзас. По его словам, удар серого мула, который он получил в детстве, иногда причинял ему невыносимую боль в голове, настолько сильную, что он почти ничего не помнил о своем поступке. Мэй Томпсон была единственной девушкой, которую он когда-либо любил. Он боялся, что она оставит его из-за того, что он сделал, и если это произойдет, это будет худшим наказанием за преступление, которое он совершил. К половине одиннадцатого вечера понедельника Гамильтон благополучно оказался за решеткой тюрьмы Карфаген, и лишь горстка сотрудников правоохранительных органов имела какое-либо представление о его местонахождении. Казалось, он впервые взял себя в руки. Шесть дней спустя, в ночь на понедельник 21 октября, Гамильтон был доставлен обратно в Хьюстон из Карфагена шерифом Вуди. Предварительное слушание состоялось в среду утром. Джеймс Контрелл, которому Гамильтон признался в убийстве, рассказал о признании и других вопросах, связанных с преступлением, которые попали под его надзор. Только на основании этих заявлений судья отправил Гамильтона в тюрьму дожидаться решения окружного суда по обвинению в убийстве. Джоди Гамильтон предстал перед судьей окружного суда и признал себя виновным в убийстве в понедельник утром 12 ноября. В Миссуре смертный приговор не может быть вынесен человеку, который признается без суда. Судья, не желая выносить приговор и брать ответственность на себя, собрал присяжных из 12 человек. Прокурор спросил Гамильтона, признает ли он свою вину. Джоди ответил, что да, сказав, «Ну, обстоятельства таковы, что я здесь перед вами, и я совершил преступление. Убийство было совершено, и ничего нельзя вернуть назад. Это было вызвано моим разгневанным умом, который я не мог остановить». Адвокат защиты вызвал для дачи показаний только одного свидетеля, брата Джоди, которого допрашивали об ударе, который Джоди получил от Мула, когда был мальчиком. Врача попросили осмотреть голову Джоди, чтобы выяснить, вызвал ли этот удар давление на мозг, которое могло привести к временному помешательству. По его мнению, удар никак не повлиял на мозг Гамильтона. Присяжные удалились и после менее чем часового обсуждения вынесли обвинительный вердикт. Гамильтона спросили, может ли он что-нибудь сказать, почему ему не следует выносить смертный приговор. Он ответил, «Мне жаль, что я совершил преступление, но я готов умереть». Судья вынес приговор, «Джоди Гамильтон, я приговариваю тебя к повешению за шею, пока ты не умрешь, и досмилуется Бог над твоей душой». Дата казни была назначена на пятницу 21 декабря 1906 года, через 14 дней после его 21 дня рождения. В день казни было холодно и пасмурно. Более 600 человек из окрестных деревень и близлежащих городов собрались в Хьюстоне, включая Мэйд Томпсон и ее семью. Некоторые даже приехали из других штатов, чтобы стать свидетелями первого и последнего законного повешения, когда-либо имевшего место в округе Техас. Вокруг веселицы был возведен частокол, чтобы зрители не подходили слишком близко. Для повешения не было назначено конкретного времени, и толпа стояла на холоде, разговаривая и выпивая, пока делались различные приготовления. Веревочная петля висела на готове. В четверть одиннадцатого ворота частокола были открыты. Через несколько минут вышел шериф Аарон Вуд. Люди знали, что он сильно пил, потому что это был единственный способ заставить себя повесить молодого человека. Шериф Вуд считал, что Гамильтон был болен. Джоди без дрожи взобрался на эшафот и занял свое место между двумя проповедниками. Толпа начала петь «Иисус, возлюбленный моей души», и Джоди Гамильтон присоединился к пению, что вызвало волну сочувствия к нему среди людей. Шериф Вуд предоставил последнее слово Джоди Гамильтону. «У меня есть одна песня, которую я хотел бы спеть». Когда Джоди закончил, толпа замолчала. Гамильтон сделал длинное заявление, в котором призвал молодых людей доверять Богу и относиться к своим родителям с уважением. Затем он произнес молитву. Шериф Вуд потянулся к рычагу и сказал, «Джоди, да смилуется Господь над твоей душой». С этими словами люк открылся. Время было 11 часов 2 минуты. Петля соскользнула с шеи Гамильтона, и он упал навзничь, оглушенный, раненый, но все еще в сознании. Узел на конце веревки был развязан. Толпа вздохнула в недоумении и испуге. Шериф быстро начал завязывать еще один узел. Гамильтон лежал на земле, повторяя снова и снова, «Господи, смилуйся над моей душой». Офицеры подняли Гамильтона с земли и понесли его обратно по 13 ступенькам к виселице. Шериф накинул ему петлю на шею, и Гамильтон взмолился, «Не затягивай так туго, это душит меня». В 11 часов и 4 минуты люк сработал во второй раз. На этот раз узел выдержал, сломав Гамильтону шею, и через 13 минут он скончался. Тело было разделено на части и помещено в гроб, вынесено во двор и выставлено на всеобщее обозрение. В тот день каждый мог в последний раз взглянуть на то, что осталось от Джоди Гамильтона. В субботу утром, по просьбе отца Джоди, который не присутствовал при повешении, гроб был доставлен на кладбище Аллен недалеко от Раймондвилля, запряженный упряжкой мулов, принадлежащих Карни Парсонсу. Дважды гроб опускали в могилу, но могила была недостаточно глубокой. Один человек спустился в могилу и запрыгнул на гроб, но гроб не ушел глубоко в яму. Вместо того, чтобы расширить могилу, кто-то постукивал киркой по краю гроба до тех пор, пока гроб не погрузился глубже в землю. На глазах у толпы зрителей тело Джоди Гамильтона было похоронено в безымянной могиле рядом с могилой его матери. Надгробие семьи Парсонс на маленьком центральном кладбище в Ликинге, штат Миссури, говорит об этой трагедии. Все они умерли в один и тот же день – 12 октября 1906 года. Семейная могила состоит из отца семейства Карни, его жены Минни и их сыновей – годовалого Эдварда, пятилетнего Джесси и трехлетнего Фрэнки. Редактор субтитров А.Семкин